А также у нас выступает в плюс 75, тоже моя ученица. Это, в общем-то, на сегодня пока еще малоизвестная спортсменка, но уже заявившая о себе, это Лысенко Анастасия в плюс 75. Она как бы заменяет у нас знаменитую Олю Коробку, которая была когда-то. Ну, Лысенко весит всего 100 килограмм. Она уже была чемпионкой Европы 2014 года на Кипре. И также выступала уже на взрослом чемпионате мира. И в Тбилиси стала серебряной, проиграла только Коширины Татьяне, которая многократно чемпионка мира. А чему стольки девчат? У нас минулый наш золотый призер, действительно, Алексей Тарухтій. Как-то так выходит, что девчата занимают лидеры или позиции у этого диспорта? Вы знаете, когда я пришел главным тренером, то меня, как говорится, как специалиста и как главного тренера интересовало то, что все же мужчин всегда было в два раза больше. И как бы я собрал коллектив, и мы распределили поэтапно, на все годы, и помесячно расписали за каждым старшим тренером группу спортсменов и тренеров, которая как бы наблюдалась. Потому что, исследуя вот этот процесс, девчонки как бы взрослеют раньше, и уже в 17-18 лет они покидают спорт. Спорт, так. Да. И вот тут надо было выяснить причину некоторых уходов, ну, и как бы объяснять и пропагандировать, что спорт только начинается. Так. Приводились примеры, и вот Юли Калина, и Юли Паратовы, и что вот когда человек устремленный, когда поставлена цель, эти люди... То всего можно досягнуть. Да. И поэтому сегодня меня уже это радует. Тенденция такая идет, что практически сколько мужчин, столько женщин уже выступает на внутренних соревнованиях. Ну, ты так разумеешь, что это была ваша такая внутренняя мета, навіть, сделать сильную женскую самую команду? Так. Я говорил тренерам так, что у нас большой графин детского спорта девочек. И через горлышко вылазит по одному-два человека во взрослую команду. Это что-то не так. Давайте будем думать. А чем вы мотивировали? Вот яка сильнейшая была мотивация для того, чтобы девчата дейсно залишались и шли далее на чемпионаты и навіть до Олимпийских игр? Знаете, я думаю, что определенная вера. Вера в тренеров, в команду. И когда с людьми разговариваешь и объясняешь эту ситуацию, и когда они смотрят, что все идет по справедливости, и у девчонок есть такое желание тренироваться дальше. Поэтому, ну, всячески их поддерживаешь морально и показываешь и рассказываешь технологию и технику, как говорится, подъема штанги. Поэтому сегодня с каждым разом у нас все увеличится. А другой вопрос, что когда я взял команду, многие не соглашались с нашей методикой, с нашей, как говорится, с требованием очень сильно. Я просто... У вас особистая методика, а вы по-иншому так научаете людей? Я бы сказал так. У нас сегодня борьба с домингом. И мы очень жестко пошли по этому вопросу. Многие на местах и тренера сначала не соглашались, но в конце концов, в конце концов, мы приняли правильный путь. Тем более, что если наша Украина будет идти в Европу, надо думать по-европейски. Нужно думать о том, что за каждого спортсмена нужно отвечать. У ваших атлетиций, взагалі, это такие принциповые моменты, ось то же допинг, так и диета, окрім того. От скажите, ось у этих моментах у вас есть какие-то, возможно, спирные вопросы с вашими подопечными? Ну, тут все зависит. У спортсменов, у некоторых спортсменов нужно набирать вес, у некоторых спортсменов нужно не набирать вес. Здесь у нас со мной работает Захарченко Ирина. Это доктор, который, в общем-то, говорит, кому как и сколько калорий нужно. Сегодня у нас Федерация тяжелой атлетики возглавляет ее народный депутат Александр Владимирович Горега, который, как говорится, я указываю в список. И мне каждую неделю привозят те продукты, которые необходимы. Это, как бы, дополнительные те продукты, которые необходимы, допустим, для тех и других спортсменов, которые борются с весом и которые должны набрать вес. Поэтому есть ко всему, в общем-то, научный подход. Тобто вы следуете за этим всем детально? Да. Так, я вам дякую дуже. Хочу нагадать нашим летачам, будь ласка, 223-081. Прошу, мы говорим сьогодні про важку атлетику, про те, каким чином збірная Украины с цього виду спорта готується до Олимпийских Игор 2016. Будь ласка, долучайтеся с вашими запитаниями, 223-09-71, номер телефона прямого эфиру. Пане Юрі, правильно розуміє, что государственная поддержка, ну, взагалі, поддержка саме цього виду спорта, воно отбивается на высоком уровне? Ну, я вам так скажу, что я вам уже сказал, что это моя шестая Олимпиада. У вас есть с чем сравнивать? Да, да. Сегодня, и я понимаю, что не такое простое время, но все равно государство тоже уделяет достаточное внимание. У нас прекрасная база Олимпийская находится, она в Конча-Заспе, где женская сборная тренируется, мужская тренируется там, где Александр Владимирович построил отдельную базу в Хмельницкой области. И, ну, мы тренируемся здесь на Олимпийской базе в Конча-Заспе. Созданы все условия, чтобы готовились правильно, как бы поднято питание, то у нас, как бы, питание было, честно скажу, не самое лучшее, потому как никто не следил, доллар поднимался, а цены оставались те же у нас. И поэтому все становилось хуже и хуже, но сейчас все с этим сделано, никаких проблем нет. А вот я хочу зауважить, вот вы зазначили, что есть люди, которые поддерживают. Это все-таки поддержка на государственном уровне, или это, власне, особистые такие, ну, вот, пожелания людей для того, чтобы поддерживать сам этот вид спорта? К сожалению, могу сказать, что когда были, вот, только мы начали самостоятельной державой выступать, почему-то было спонсоров и желающих было намного больше, а люди жили, богатых было меньше. Богатых было меньше. Сегодня уже богатые люди, как бы, не спешат конкретно помогать кому-то. Но есть вот энтузиасты, такие, как Александр Горега, который взялся помогать тяжелой атлетике. В других видах спорта есть то же самое люди. И мы так вот наблюдаем и за борьбой, и за плаванием, и за это. Есть люди, которые сегодня... За особистую инициативу. Это их особистая инициатива, которые, как бы, хотели бы видеть и наш прапор, и наш гимн, чтобы играл. Знаете, очень... Я вспоминаю 93-й год, когда мы первый раз прилетели в Австралию, и нас встречали наши диаспоры. И там был такой дядя Саша, он в 49-м году уехал, он нас возил везде, и все время говорил, вот знаете, противные соседи у меня там такие-то живут, я им про Украину, они ничего не знают. Я им рассказываю, рассказываю, ничего не знают. А потом, когда мы стали чемпионом мира, он утром приезжает, говорит, мне соседи говорят, ваша Украина стала чемпионом мира. Вот тут вот было приятно, вот тут была гордость, что мы что-то, как говорится, добились. Так. Я еще хочу запитать, от якщо, я, ну, якщо, а я очень сподіваюсь, я майже на 100% вірю в то, что все-таки золото в самом этом воде спорта будет у нас на Олимпийских играх, что потом отримают эти спортсмены, которые выиграют золото на Олимпийских играх? Чи передбачено уже сейчас за это какая-то винограда, что это будет только ожидания? Ну, вроде как официально уже объявлено, что за золотую медаль 120 тысяч в эквиваленте, ну, гривны, 120 тысяч долларов будет сравниваться, 75 за серебро и 50 за третье место. Как бы начинали мы Олимпийские игры в Атланте, когда было 50 тысяч долларов, но, наверное, те 50 тысяч, наверное, были больше даже, чем на сегодняшнее время. Но, вы знаете, я вспоминаю тех спортсменов, которые выступали, когда у меня Игорь Разоренов стал чемпионом мира, и мы получили 300 долларов, но мы не за доллары работали. Так. Вот нам хотелось быть первыми. Сегодня уже большинство спортсменов изначально идут, да, они некоторые уже начинают проговаривать за деньги. Отразу, так? Да, и я думаю, что вот те спортсмены, которые думают за деньги или вот как-то готовятся, им сложнее готовиться. Им сложнее готовиться, потому что психология вообще, спортсменов, я хочу быть первым. Да, действительно, когда есть помощь, и помощь и государства, и помощь спонсоров, спортсменов готовится. Но психология лидера будет первым. Будет землю грызть, но будет первым. Так, пане Юріо, я вам дуже дякую за нашу розмову сьогоднішнюю. Я бажаю, щоб ваші всі підопічні обов'язково були першими. Я дуже сподіваюся і дуже вірю в це. Я вам дякую за те, що ви докладаєте всіх зусиль для цього. І дякую за те, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую дуже. Я нагадаю, що про підготовку збірної України з важкою атлетики ми говорили сьогодні з її головним тренером Юрієм Кучиновым. На цьому ми завершимо третю частину і передаємо слово інформаційній редакції новин. Після новин ми побачимося з вами у депутатській приймальні, до якої сьогодні завітає представник депутатського фракції «Самопоміч» пан Сергій Харчук. Пан Сергій є представником постійної комісії Київської міськради з питань транспорту, зв'язку та реклами, а також опікується округом номер 93 у Святошинському районі. Нам справді буде про що поговорити, тому залишайтеся з нами. Дякую.